Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Самвелке Адамьяне и о его маме, а также в заключении я скажу несколько слов и о другом блогере, о другой женщине-блогере, а именно о мадам Эс, которая в последнее время также активизировалась и выпустила пару видео. А начнем мы с Самвелки и с его мамы. Многое можно, конечно, сказать об этой семейке, об этой сладкой парочке матери и сыне, но ребята знают, как развеселить, как заставить нас улыбнуться в эти темные, непонятные, ни для кого времена. Вот уж где вакханалия красок, пир во время чумы. Как и в старые добрые времена, мама с Самвелкой получили посылку и устроили свое традиционное видео в рубрике с распаковкой посылки. Тут надо, конечно, сказать, что это не абы какая посылка, а это огромный ящик, огромная картонная такая квадратная коробка, в которой может уместиться взрослый человек, если свернется калачиком. Так вот, это был такой вот контейнер с гуманитарной помощью, и не абы откуда, а из Америки. Да, одна из куколок собрала маме Самвелке и Томасу контейнер с гуманитарной помощью. Ну, содержимое посылки тоже было очень интересное, с юморком преподнесено, и большую часть этого содержимого составляли прокладки для мамы. Да, у мамы заканчиваются прокладки, и она бросила клич куколкам Самвелке, и куколки подсуетились и прислали маме контейнер с прокладками. Мама насчитала аж 20 упаковок, или даже 21 упаковка, я сейчас уже не помню. И главное, мама поинтересовалась, а сколько в каждой упаковке? 20 штук в каждой упаковке. Но помимо предметов личной гигиены, в посылку также положили зонт. Зонтик. Такой большой, массивный зонт, который раскрывается таким интересным образом, как бы наизнанку, и на нем отображены виды Нью-Йорка. Мама вцепилась мертвой хваткой в этот зонт, Самвелка захотела его оставить себе, но мама ни в какую зонт не отдавала, сказала, что ей нужнее. Самвелка сказала, у тебя же есть зонт. Мама говорит, ну и что, и у тебя есть, вдруг дождь будет, у меня нет с видами Нью-Йорка. Короче, я не знаю, чем закончилась эта драма, и кому достался зонт, зонт, но мама действительно, как в последний день живет, за все хватается, все ей надо. Кстати, маме прислали такой симпатичненький пеньюарчик прозрачный, и мама оголилась, и на голое тело набросила вот этот пеньюарчик, вывалив грудь, и Самвелка ей все говорил, мама, наше видео заблокирует, ты тут как порнозвезда сидишь, все раскрыла, все показываешь, и мама там кокетливо, конечно, прикрывалась этой своей парчевой накидкой, но тем не менее, мама, конечно, все свои прелести показала. Также для мамы прислали паричок, такой парик с короткой стрижкой под бобрика, хотя, может быть, это и для Самвелки, потому что примеряли они парик оба, но маме парик не налазил, она кое-как его нацепила, из-под него выбивались ее собственные локоны, мало того, ей нужно было сначала надеть сеточку, чтобы как бы придерживать ее собственные волосы, сверху парик, который тоже не натягивался, и вот мама в 33 слоя, а сверху еще и кепка, потому что маме еще прислали кепку с блесками, и вот она в таком вот виде, нелепом сидела, модничала и очень радовалась парику, и Самвелка ей сказал, ну вот, во время бомбежки будешь вот так вот надевать, чтобы голову не пробило. Вообще, мама, конечно, с нетерпением и с особым рвением распаковывала все эти маленькие сверточки, и все подгоняла Самвелку, давай дальше, давай дальше, она была убеждена, что там для нее будет украшение. Вообще, мама Самвелке очень склонна к украшательству, и вот ее хлебом не корми, дай ей только какое-нибудь украшение. И свершилось, в одном маленьком пакетике вдруг заблестела цепочка с кулончиком, и мама, давай, конечно же, ее крутить, вертеть, спрашивать, не золото ли это, а может и золото, ну, скорее всего, не золото, ну и пусть не золото, зато блестит. В общем, мама очень любит украшательство, очень любит украшения, вечно ей куколки шлют какую-нибудь бижутерию, мама визжит от счастья, но ликование мамы длилось недолго, радость ее быстро омрачилась, потому что вслед за цепочкой и кулончиком сам Велка из посылки достал коляску. Да, инвалидное кресло для мамы. Девочка из Америки решила, что маме нужна будет скоро помощь, и маму нужно будет возить. И вот достали и распаковали это кресло, типа персональный автомобиль для мамы, и мама тут скривилась. Мама не хочет себя видеть в такой ипостаси, мама хочет быть всегда живой, всегда молодой. Не случайно же она сам Велке сказала, вот я вас растила, я вас вкладывала, теперь я хочу пожить для себя, хочу наслаждаться жизнью. И, конечно, она с таким вот постным кислым видом сказала на камеру, а что, она думает, что я уже не хожу, не ходячая, лежачая. Сам Велка маму успокоил, сказал ей, что это на вырост. Ну и это еще не все, потому что вслед за коляской, за инвалидным креслом для мамы из посылки, из этой бездонной посылки достали баночку с таблетками. Таблетки от давления для мамы. Ну, причем не абы какие таблетки, а очень патентные, очень такие сильные таблетки. То есть, когда вы уже лежите, умираете, то вы берете пол таблеточки, а может быть и четвертинку, и эта таблетка поднимет вас практически из мертвых. То есть, когда у вас там давление зашкаливает. На что мама сказала, ой, нет, нет, убери, у меня давление хорошее, прекрасное, у меня вообще такого давления не бывает, я принимать эти таблетки не буду. То есть, происходит какая-то нестыковка, когда эти бедные куколки собирают очередную посылку для сам Вэлки, для его мамы. Они представляют эту маму, как какую-то немощную, вечно больную, лежачую, ходящую под себя женщину, которую кормят из ложечки, у которой вечно зашкаливает давление. Но на самом деле все не так. Мама живее всех живых, мама живет. У мамы очень хороший аппетит, мама еще готова жить, наслаждаться жизнью. Мама любит украшать себя. Сидела она тоже вся нарядная, с какими-то бусами, с причесочкой. Так что маму еще пока рано приписывать вот к таким больным немощным пациенткам. Вообще, наверное, правильно говорят, что движение – это жизнь. Мама в движении, мама снова настроилась куда-то ехать. Говорит, что вот когда все настроится, я поеду до Эдика. Все мечтает поехать до Эдика. Сам Вэлка, конечно, возмущается. И говорит маме, что она только сидит и ждет, как бы поскорее избавиться от этого пусика, как бы поскорее бросить кошку, которая маме, я так понимаю, уже изрядно поднадоела. А вообще, Сам Вэлка, конечно, маме сказал, чтобы та сидела не рыпалась. Теперь она уже до Эдика никак не доедет. Теперь ей только через Белоруссию, может быть. А лучше, конечно, ей ехать на польскую границу. Там всех бабок берут и с котами, и без котов. И вот они хотят маму отправить на польскую границу. Но мама, конечно же, сопротивляется и говорит, что никуда она одна не поедет. Сам Сам Вэлка говорит, что он никуда не поедет со своей украинской земли. Но чемоданчик прибрал. Да, Сам Вэлка забежал к маме в поисках чемодана. Говорит, скорее всего, придется уезжать. Но за пределы Украины его не выпустят по причине того, что он М, мужчина, да, и того возраста, в котором сейчас мобилизация. Но Украина большая, как он говорит. Буду колесить по Украине со своим чемоданчиком. Также он сказал маме, что и грень тоже эвакуируется. Они берут сразу несколько машин. И мама хотела вдруг к ним присоединиться. Конечно, мама очень ревнует к Грени, что маму туда не приглашают. И Сам Вэлка сказал, что, конечно же, для мамы места нет. И мама возмутилась. Вот мама опять последняя. Мама никому не нужна. Сам Вэлка сказал, да там одной Кристине нужна одна целая машина. Места для мамы нет. Кристина 250 килограмм. Но мама, говорит, может сесть на коленки Кристине. И маму тоже будут эвакуировать. В общем, короче говоря, Сам Вэлка как бы рисует не очень радужную картину для мамы в целом. Сказав маме, в частности, что монетизация отключена. И скоро вообще закроют интернет и YouTube в России. И Эдичка вообще не сможет зарабатывать деньги. И не сможет себя прокормить. Не то, что маму. Так что Сам Вэлка пытается маме сказать, что она обрекает себя на голодную смерть, если она решится поехать к Эдику. Так как Эдик не сможет маму кормить. Потому что доходы с YouTube уменьшатся. Или вообще пропадут. Ну а что касается посылки, я не все ее содержание, конечно же, упомянул. Там была еще газета американская на русском языке. Открытка была. Что-то для Томаса. Если я что-то забыл, пожалуйста, помогите мне, если вы смотрели это видео. Напишите, что там было еще. Было всего много. Ну а сейчас я хочу перейти к Мадам Эс. Мадам Эс выпустила два видео. Может быть, сейчас уже больше. Но те, которые я видел, это вот два последних видео. Первое. Это поздравление всех женщин с 8 марта. В этом видео Мадам выглядело неважно. И это я говорю не потому, что я хочу критиковать ее внешность или что-то. А просто, я так понимаю, что морально Мадам Эс было тяжело. И вот она в таком полудепрессивном состоянии поздравляла всех с 8 матра. Матра. Матру. Матру будем повторять одну и ту же, да. Я самая привлекательная, обаятельная. Или какие-то мантры более приемлемые в наше неспокойное время. Короче, Мадам выглядело неважно. Но она и сама это сказала. Что она себя психологически чувствует не очень хорошо. И поэтому нет желания вообще чем-либо заниматься или что-либо делать. Тем не менее, с 8 марта она поздравила всех женщин, пожелала всем счастья. Ну и следом вышло еще одно видео о том, как Мадам Эска пошится в саду, сажает цветы. Погода хорошая, солнышко светит. И туда она вставила также видео из Бордо недельной давности, где она нам рассказала про там какие-то здания, архитектуру, показала рынок. Кстати, было очень интересно посмотреть вот на вещевой этот рынок. Что я хочу сказать по Мадам Эска? Ну и вот в этом последнем видео, где Мадам Эска возится с цветами, там она уже выглядит очень хорошо, свежо, она расцвела, потому что все уехали. Все уехали, дети, внучки, все разъехались, и Мадам одна хозяйничает. Мне кажется, что Мадам Эска не хватает свободы от всех. То есть ей не хватает вот такого состояния, где она может похозяйничать. Я ее прекрасно понимаю, люди, которые вот жили одни в своей квартире, были хозяевами своей жизни, им очень сложно приспосабливаться. Пусть даже это будут дети, родственники. Это еще благо, что Кристина живет одна, а не с мужем. Если бы там был муж, Мадам бы вообще искала пятый угол. Просто ей было бы некомфортно. Не потому что к ней бы плохо относились, а потому что это внутренние какие-то установки. Я ее отчасти понимаю, потому что я вижу также в своем окружении, вот, например, даже в США, ну, там, дальние знакомые, так сказать, которые всю эту маму везли из России. То они там ждали, пока она получит гражданство. Потом подавали эти документы, спонсорство. Потом, наконец-таки, мама получила все эти там документы. И вот она въезжает в США, и маме здесь не нравится. И вроде большой дом, и, пожалуйста, мама, живи, и гуляй, и копашись в саду, и вот доступ к холодильнику. Но маме там был прям не климат. Ей не нравилось, потому что там еще муж был. Мама чувствовала себя неуверенно. Она себя чувствовала неуверенно на кухне, а ей вот нравилось на кухне у себя дома копашиться в свое время. И она, в конце концов, собрала манатки и уехала. Ну, это было пару лет назад еще. То есть это не сегодня. И мне кажется, что мадам испытывает нечто похожее. Как я уже сказал, благо, что там просто дочь и внучки. А если бы там еще был муж Кристины, то бы вообще мадам там, мне кажется, не прижилась бы. Потому что это все равно чужой дом. Это все понятно, да? Другое дело, что сейчас такие неспокойные, нестабильные во всем мире времена, что каждый разумный человек должен понимать, что нужно держаться друг друга. Вот ты сидишь рядом со своими близкими, у вас мирное небо над головой пока, да? Вот за это будем благодарны и будем уже сидеть и не рыпаться. Кстати говоря, я даже не знаю, чем все это закончится, потому что те времена, когда мы просто могли запрыгнуть на самолетик и полететь, главное, чтобы у нас были денежки на билетик, и чтобы у нас там был паспорт, вид на жительство, виза или какие-либо документы, позволяющие нам ехать в ту страну, куда мы хотим ехать, да? И все, вопрос закрыт, разговор окончен, пожалуйста, прыгнул на самолет, полетел. Те времена закончились. С начала пандемия, да, когда нам уже начали намекать на то, что вы, давайте, определяйтесь, выбирайте сторону во всех смыслах этого слова, да? Сторона в исконном значении, значит, страна тоже, да? Выбирайте свою сторону, где вы будете сидеть, где вы будете жить, потому что вот эти все разъезды, переезды, это вообще-то очень сложно контролировать. Кроме того, сейчас дорожает топливо, поэтому билеты, соответственно, тоже будут дорожать. Я ради интереса посмотрел, пока еще есть примемлемые цены из Нью-Йорка в Париж, я просто планировал сам этим летом, но я уже подумываю, что, скорее всего, я не буду, не буду тратить лишний раз деньги просто так, чтобы поехать там потусоваться. Да и время сейчас такое, что и тусоваться особо не хочется, и хочется уже вот кучковаться, сидеть и ждать у моря погоды, так сказать, хотя два дня я уже не смотрю новости, до меня доносятся отголоски, да, того, что происходит, но я специально не смотрю новости ни российские, ни украинские, ни американские, ни европейские, вообще ничего не смотрю, занимаюсь своими делами, вознёй тут. Ну, в общем, как мадам Эс приблизительно, тоже отношусь с этими домашними какими-то тут делами, и всё, всё на этом. На этом всё, надеюсь, что у вас всё хорошо, всех благодарю за поддержку, в эти времена очень греют душу комментарии, даже когда эти комментарии с критикой, да, тем не менее ты понимаешь, что человек посмотрел видео, потратил своё драгоценное время, написал комментарии, обратную связь, да, это дорогого стоит, всех благодарю, и всем без исключения, желаю мирного неба над головой, не болейте, берегите себя, и до новых встреч на моём канале, пока-пока.